Какая бы ни была ситуация в стране... Наконец-то этот турдом закончился, друзья! Сколько бы ни стоил доллар... Шесть тысяч ровно! Кто бы ни был президентом Украины... Традиции остаются неизменными... Политика – это грязная штука, а мы останемся аполитичным шоу! 24 августа, 19.00, Театр Музкомедии. Дизель-шоу! С новой программой «Ко дню независимости». Приходите! Будет весело! Иди сюда! Иди! 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 Билеты на сайте дизельшоу.ком и укртикет.ком.юэй Коллега, испытания прошли успешно. Я целый час плавал под водой и смотрел на женские помпы. И никто меня не заметил. Коллега! Коллега, вы бы что-то на голову одели, а то жара такая еще напечет. Не напечет. Мама говорила, что если в голове ничего нет, то ничего и не напечет. А, ну-то да ладно. Пойду водички попью. Пойду водички попью. Пойду водички попью. Пойду водички попьем. Пойду водички попьем. А, ну-то я не могу. Жопик, ну что ты смотришь, что ж ты песка понатаскал целую кучу, рукожопый. Коллега, коллега. Нина Сергеевна, зачем вы меня бьете? Какая Нина Сергеевна, это я, это я Жека. Где я? Ты на пляже? Я ж говорил, на голову одень чего-то, напечет. Ой, напекло. Мне голая уборщица мерещилась. Пойду окунусь. Голая? Пусть и мне напечет. Тоже хочу на голых посмотреть. Песок горячий. Песок горячий. На троих. Коллега, какой кайф. Это самое лучшее место в мире. Не могу с вами не согласиться, коллега. Холодное пивко, теплый песочек. А главное, над душой никто не стоит. Никакая грымза не кричит. Где мы, а что ты за неделю? Никто не шпыняет. Куда по-памы тому? Эй, вы рукожопые. Эй, вы рукожопые. Мигом подорвались и убрали здесь все за собой. Что, вылупились? Говорю, быстро поубирали все. Нина Сергеевна, что вы здесь делаете? Почему вы не в офисе? А что мне в офисе делать? Вы же как в отпуск ушли, в офисе все кристально чисто стало. Никто своими ножками кривыми не натопчет. Никто своими руками недоразвитыми мусор не разбросает. Вот я и взяла подработочку. Блин, такое место испортило. Это хорошо, что здесь еще анакондовны нет. Между прочим, анакондовна, в смысле, уважаемая мною Яна Викторовна, сейчас сама сюда приедет. Как? А вот так вот. Пока вас не было, производительность труда выросла втрое. И Яна Викторовна всем, включая себя, дала отгул на три дня. Так что все сейчас сюда приедут. Блин, ну почему? Самое лучшее место, самое лучшее место. Я тебе говорил, перед отпуском надо еще лучше набокопорить. Они бы до сих пор разгребались еще. Слушай, так если весь офис сейчас приедет сюда, то там, получается, никого не будет? Получается, никого. Так чего же мы сидим? Погнали на офис. Там сейчас самое лучшее место на земле. Отпуск в пустом офисе? Вынужден признать, коллега. Вы гений. Так, вечером сюда вернетесь и все поубираете. Чего убирай? Песок, блин. Мусор за собой уберете. Руки жопы. Хорошо-то как. Вот что может быть лучше. Хорошего бокала пивка в хорошей компании. Только еще один бокальчик пива. О! Вот ты молодец. Ты меня понимаешь с полуслова. Не то, что моя жена Мегера. А что не так с твоей женой? Вика? Нет. Смерть с косой. И главное, я переживаю. Сижу дома, а он тут прохлаждается. Так, чего ты переживаешь-то? Все же хорошо, но все. А то, что у тебя 4 часа нет, ты пошел выбросить мусор. Правильно, да. Я пошел. А у нас на районе все контейнеры забиты. Что такое? И только здесь приютили наш мусор. А, так вы решили отметить это великое событие, да? Погружение мусора в контейнер, я так понимаю. Да. Вот ты молодец, вот ты умная у меня. В руки. Может быть вам что-то предложить? Предложите мне. Трезвого мужа мне предложите. Своей. Давай, что со мной не так, ну? Ну, что со мной не так? У тебя что-то беспокоит? Давай, говори, что со мной не так? Что, аргументов нет, да? Все не так. Все не это и все не то. Значит, там не петь, там не гулять, там не отдыхать. Готовишь ты хреново. А мама твоя это вообще. Мама, стоп. Налейте-ка мне того же самого, что он пил. А ты что хочешь? Чтобы я вот за копейки, которые ты приносишь, жрать тебе вкусно готовил, как в ресторане. Во! Ты лучше про секс, про нас подумай, о котором говорить нечего. Почему? А потому что червяк на рыбалке больше, чем у тебя... Заливай мне новое. И дело не в моем червяке, а в твоих нараканах, которые сидят у тебя в башке. И я не позволю, чтобы они мне запрещали где угодно пить, с кем угодно гулять и с кем угодно спать. А ну! Закрыл свою шкатулку! Повторите-ка. Гулять, говоришь? Ты так пять дней в неделю только и гуляешь, и гуляешь. А я что, одна из детьми? А ты мне ни одного цветочка не подарил за эти последние семь с половиной лет. Стоп! Повторить? Музыку. Кажется, слово. Такси. Ага. Как обычно. Ну да. Свободных машин нет. Моё любимое такси. Продолжим. Легко. Хороший вечер в хорошей компании. Массаж, массаж, расслабляющий, профессиональный массаж. О, какая девушка, не девушка, а персик. О, какой персик, нектарин, сладкий, сочный. Ну и почему массаж? Сто долларов, а для такого детки, как ты, можно и двести. А это как? А вот так. Я массажирую, я плачу. О, интересно. О, интересно. Ну, хорошо, давайте. Ну, пожалуй, начнем. Ва, какая девушка. А где же ты, моя сулика? Я здесь. Мне подруга посоветовала на массаж сходить. А свиньи такая хорошая девушка. К сожалению, моему великому только что закончился крем. У меня есть. И полотенца, к сожалению, нет чистого. А тут санстанция, шмак санстанция, понимаете? У меня все с собой. Только что вспомнил, у меня сегодня сокращенный день. Да, мы теряем время, иди ко мне. Остановись, сильная, дикая женщина, иначе это будет последний массаж в моей жизни. Нет, я купила абонемент на целый месяц. И теперь ты будешь начинать только с меня, потому что после нее ты очень уставший. Вот, сыночка, это СТО, станция технического обслуживания автомобилей. Здесь чинят машины, еще ругаются матом и много пьют. Но тебе об этом лучше не знать. А тут дядя играет в прятки? А, дядя, нет, он работает. Да вот тут вы не угадали. Играет в прятки с работой. Рома, твою бабушку, ты будешь работать или нет? Петрович, хорошие дети, я и так больше всех тут вьюг. А, я прошу прощения, можно мне при ребенке? Ты это свое хайло прикрути, ты видишь, тут дети. Извините. Чего это хотели? Что мы хотели? У нас машинка сломалась, можете починить? Нифига себе, Порош, Панамера. У меня в детстве такой не было. Да у тебя и сейчас денег на такую нет. Мы что-то перепутали, наверное, это СТО, а не детский мир. Я понимаю, ну, и вы меня поймите. У ребенка поломалась машина, я ему обещал, что мы ее починим. По-взрослому, понимаете? А, по-взрослому. Да. Да, сделаем по-взрослому. Ну что, починили? О, ну, принимай аппарат. Прошу. Вау, Павел, смотри, они ее починили и даже покрасили в другой цвет. Нравится? Очень, вы самые лучшие мастера. Обращайтесь. Благодарю вас. Я что-то должен вам? Полторушку. В смысле? Почему так дорого? Это игрушка. Это Порш Панамера. Мои двигатель перебрали, покрасили, ходовку посмотрели. Развал схождения сделали, шины поменяли, там работы. Ребята, она стоит дешевле, это детская машинка, вы что? Так, послушайте, мужчина, вы хотели по-взрослому? С вас полторы тысячи. Знаете вы кто? Вы не при ребенке. Хорошо. Полторы тысячи? Значит, полторы тысячи. Лешенька, рассчитайся с дядями. Сейчас. Давай, давай, малой. Спасибо, дядя. Сдачи не нужно. Спасибо, дядя. Что, горжешь? Нормально мы с тобой так заработали, да? Предлагаю поехать в замородный город и в их банке поменять это все на доллары. Знаешь что, Роба, иди ты в яму. Пойду. Возьму только комиссионные проценты. Все для тебя. Закаты и откаты. Для тебя. Здравствуйте. О, скрипач, наконец-то. Я уже думал отменять предложение. Извините, я не просто скрипач. Я победитель международных конкурсов. Я лауреат премии Чайковского. Я скрипач-виртуоз. Это типа с проблемами? На вашем языке типа крутой. О, такой мне и нужен. Короче, смотри, задача какая. Ты, значит, елозишь скрипку, ну, чтобы красиво там, романтик, вся фигня. Я привожу свою кису в такое кольцо. Опа-ча. Она ой-ой-ой и вся поплыла такая. Ну, чтобы ты понял, да, короче? Более чем. Перед тем, как мы начнем, очень важно подписать один очень маленький договор. О том, что если вдруг так случится, что ваша девушка вам откажет, вы ни в коем случае не будете меня бить. И самое главное, засовывать мой смычок мне куда-нибудь было. Подожди, что значит откажет? Моя киса мне откажет? Как так можно отказать? Посмотри, вино, фрукта, закат, принц. Ну, поверьте, я не первый год в этом бизнесе. Ну, мало ли, на всякий случай. Ну, ладно, ладно. Слышишь, а тебе смычок реально? Я не первый год в этом бизнесе. Теперь понятно, что ты такой дорогой. Идем, идем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, пусть я говорю, ты меня ведешь. О. Да ладно. Я это. Короче, я тебя это самое. Вот. Блин, пусть, блин. Ну, нет. Как нет? Ну, понимаешь, я просто думала, мы с тобой там потусуемся, ты мне айфон подаришь. Ну, пару раз чпокнемся и все, я уйду. Нет, ну, понимаешь, я просто не хочу там всю жизнь с талфопузом провести и все такое. Ну, как бы, давай. Пока. Это, я споняла, мы же с тобой уже чпокались. В общем, я корчок поменяю на айфон. Все, давай. Сука. Это ты накаркал. У нас с вами договор. Задницу договор. Смычок, давай сюда. Не надо. Давай сюда. Давай сюда. Давай. 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 Бусь, ну ты даешь, ты что, шуток не понимаешь? Ну, смешно же было. Да вообще-то не смешно. Тебе было смешно? Дура. Э, э, ты следи за базаром. Это, между прочим, моя будущая жена. Да что ты начинаешь? Я тебе денег все равно там в три раза больше насыплю. Тем более у тебя же будет от меня еще один заказ. Будешь на наши свадьбы ломать, да? Да, только смычок в другое на свадьбу возьмите. Да поздно. А ты так смешнаешь, шутка, да? Все смешна. Здравствуйте. Привет. Что хотела? Хотела узнать, сколько стоят ваши услуги? У нас сегодня акция. Ммм. Сексуальным девушкам тату бесплатно. Класс. А в каком месте вы мне порекомендуете тату? Ммм, на груди. На обоих. Солнышко над холмами будет идеально. Супер. Мне нравится. Ну, если нравится, можем продолжить. Ммм. Наверное, на пояснице или где-то пониже. На попе? Угу. 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 И что, абсолютно бесплатно? Не совсем. Поцелуи для начала сойдет. Я согласна. Мама, иди сюда, я все узнала. Да-да-да-да. Молодой человек сделает тебе татуировку на груди, на пояснице и везде, где захочешь. Правда? Да. А сколько он возьмет? Да бесплатно. Просто поцелуешь его пару раз и все. О, так я уже готова выдать аванс. Ну, это акция только для сексуальных девушек. Мальчик мой, я сама сексуальность. Ммм. Здоровчик. Мне, короче, картошку с чизом, а ему Макфлури. Вы ничего не перепутали? А, в натуре перепутал. Мне Макфлури, а ему картофан. И попить, попить. О, слушаю, вообще. Униформа новая, прикольная такая, яркая. Так, а ну-ка, вышли из машины. А что, выходить у вас теперь надо? Раньше через окошко все давали. Документы ваши предъявить? Какие документы, что ты гонишь? Заказ принял, иди выполняй. Документы. Вы что у курки дурни робите? Давайте быстро документы. Ты что, опупел? Ты как с клиентом общаешься? Ты что, новенький человек? Вы два дебила. Это никакой не Макдрайв. Это поздай. Да называй, как хочешь. Пожарай только. Принеси что-то. И попить, попить. Так, а ну-ка, оба вышли из машины. Оба-на, прикольная игрушка. Спасибо. Так, отдал жезла, а я сейчас наряд вызову. О, еще клоуны приедут. Ты прикольный чел, короче. На, держи, только попить что-то принеси, ага. Попить и пожрать. А, сейчас. Сейчас я вам принесу. И попить, и пожрать. И побыстрее. Ось, держите ваш заказ. Че так долго, а? А, так кухня тормозит, капец. А попить есть? Ой, попить. А попить у нас закончилось. Ну, вы не переживайте, тут через 30 километров еще один Макдрайв есть. Там все, и попить, и поесть. Все по высшему разряду. Так что, счастливой дороги. И приятного аппетита вам. Нормальный чувак, сделай себе за наш счет рожок. Сделаю. Зналы бы, придурки, с чего я вам по кури сделал. Ой, шеи рожок, сапи рожок сделай, придурок. Янчик. Янчик, привет. Яна. Ой. И кусики. И кусики. Хеллоу. Мама. Мама. А чего это ты здесь? Ты же в интернете писала, что в Италию летишь. Я? А, ты знаешь, надоела мне эта Европа. Я решила так, поддержать отечественные курорты. Да. А ты, судя по фоткам, у нас в Тунисе отдыхаешь, да? Да. Мы практически уже улетели. Да. Но тут муж мой заболел, представляешь. Ой. Не могла его бросить, как ребенок. Вот. Ой, слыхала? А? Билеты на концерт Мадонны подешевели. Всего пять тысяч долларов. Ой. Шара. Ты знаешь, я так не люблю эти концерты. Там такая толпень просто собирается, как в метро. Ты ездишь на метро? Конечно же, в Европе все ездят на метро. Они борются за экологию. Так что, кто не ездит на метро, тот лошара. В Европе, да, я знаю, да. Я, кстати, на выходные только из-за метро туда и летаю. Вот так экологию люблю. Ой, ты прям как я. Ой. Это та сумка? О, боже. Та сумочка, фотки которой ты выставляла в интернете. Та что со скидочкой, да? Ты что? На-нау-нау. Я не одеваюсь в магазинах, где есть скидки. Я тоже. Скупой платит дважды. Это что? Сухарики? Это коротаны. В Европе их все едят, да. Хочешь? Нет, я на белковой диете. Вот. Янка? А, привет. А, привет. Лякузь, держи беляшик. А, белковая диета. Ну-ну. Так это Женька себе два взнял. Да, да. Женечка, а как здоровье? Отлично. О, беляши я. Кстати, видел тебя недавно на рынке. Меня? А, нет. Ты, наверное, меня с кем-то перепутал. А, на рынке? Да нет, точно ты была. Ты там еще эту сумку выбирала. Всего хорошего. Что, Ран? Ян, ты забыла свои... Вот, Анны. В Европе штукаики едят. Где ты так долго шлялся? И воткал мне сюда. Так это еще и наша штука. Вот, лошара. Давай. Я уже в сигаре. Да я эти, забыл. Где? Наверное, в такси вместе с цветами. Ёлки-палки. Хорошо, тогда я в следующий раз свое желание забуду в такси. Яночка, ну, чего ты? Я же на... Ну, что? Прячься. Подожди, там бампер. А там земля резина. Так что... Сейчас. А, таракан. Ну, давай под одеяло. Все равно, наверное, ненадолго. Здорово, малая. Здорово, муж. Короче, все. Набомбился я. Подожди, ты же говорил, что хотел сегодня подольше побомбить. Ну да, я просто сегодня одного лоха из аэропорта вез. Так у меня не было сдачи за 100 баксов. Так я взял 75 чаевыми. Ага. Может, ты поедешь еще там своей жене на шубу заработаешь, а? Да не, не. Все уже, наездился. Кстати. О! Цветочки тебе. Твои любимые. Просто лошара какой-то в машине забыл. Ага. Вот видишь, я тебя сразу подогнал. Кстати, он тут еще пакетик забыл один. О! С конфетами своими любимыми. Вечерний обухов. Ага. О! Тату, ты шампанское твое любимое. Ё-моё. Вот это мы сейчас шваркнем по 50. Правда, мне потом за руль. А, хотя... Когда меня это останавливало вообще? О! Тату, ты презервуары. Точно романтик какой-то. Купидон ехал. Ну, понеслась. Ай! Ой! Ай! Ой! Здрасте. Ах ты, рыбий глаз. Я тебя узнал. Это ж ты тот лох, который у меня все это в машине забыл. Вы все не так поняли. Я вообще никакой не рыбий глаз. Я Купидон. Да. Я приехал вашу жену подготовить к вашему приезду. Вот. Ага. Купидон. Ага. Готовь крылышки. Сейчас мы тебя с балкона запускать будем. Куда? С балкона? Не надо. Я лучше поеду. Да. На такси. Куда? В аэропорт и по двойному тарифу. Поверь, я за что говорю. Я по двойному не поеду. По тройному. Что ж ты тогда сидишь тут это? Одевайся давай быстрее. Все, я тебя внизу жду. Все. А то смотри мне. Я тебя из-за тебя еще и на простой возьму. Понятно? Я тогда быстренько. На шашку захвати. Ага. Все, буду вечером. Так, мужчина. Здесь рыбу ловить запрещено. Здесь люди купаются. Тише ты. Распугаешь. Что тише? Я говорю, здесь рыбалка запрещена. Ну что ты орешь? Распугаешь всех. Так, мужчина. Последнее предупреждение. Прекратите ловить рыбу. Я не рыбу вообще ловлю. А что ты ловишь? Опа. Попалась. Сейчас ты увидишь, что я ловлю. А? Смотри, смотри, смотри. Круто. А можно я попробую? Подержите. Осторожно, казенный. Так. Большие были. Два карася таких. Кажется, поймал. О, сейчас посмотрим, что там за улов. А? Ну? Где этот рыбак? А? Я вообще-то спасатель. А ну иди сюда. Спасите. Здрасте. Скажите, я тут на досмотр. Можно? Ну что, вы будете меня досматривать? Я этим уже занимаюсь. А, хорошо, спасибо. До свидания. Подождите. Сейчас процедура досмотра несколько усложнилась. Придется раздеваться. Как? Полностью. Отчего? Это новые реформы. Такие. Два часа назад их приняли недавно. Вот. Придется. А, окей. Надо так надо. Ну что, все, я могу идти? А, нет. Надо еще фотографии сделать. Какие фотографии? Для анкеты. Попозируйте. Ну, надо так надо. Отлично. Так, отлично. Отлично. Хорошо. Что здесь, мать вашего, происходит? Ой, пирожок, ты не подумай. Это, это из-за новых реформ нужно фотографироваться и анкетки заполнять. Тебе, кстати, тоже придется фотографироваться, так что раздевайся. Ага. Алло. Да. Что? Уже иду. Иду, иду. Стоять. Куда ты брал? Меня начальство вызывает. Мне надо идти. Начальство тебя вызывает? Я, твое новое начальство. Стоять. Ты что там фотографировал, а? Это ре-ре-ре-реформы. Что это? Реформы. Новые. Яна, это что вообще такое? Блин, я моргнула. Так, а ну-ка. Давай мы сейчас тебя тоже для анкетки сфоткаем. Я не очень фотогеничен. Анкеткин. Вау, вот так, вот так. Носочек тянем. Вот так. Хорошо. Улыбайся. Так, значит, вот эти фотки, чтобы завтра висели на доске почета. Приду, проверю. Так, а... И будет, уволю тебя к чертовой матери. Яна, пошли. Хорошо. Больше не заходи в незнакомые кабинеты. Хорошо. Че стоим? Работать. Работать. Что это? Нет, ну опять-то, ну куда? Это туалет. Хорошая фотография. Какой скучный пляж. А ты рапаном поешь. Попадешь в инфекционку. Новые ощущения. Новые знакомства, интерны. Нет, ты не поняла. Мне хочется активного отдыха, понимаешь? Активного отдыха. Да. О, он пакет по пляжу мотает второй час. Побегай за ним. Развейся. Девчонки, простите. Верните фрисби, я в вас случайно попал. Случайностей не бывает, молодой человек. Вы прям как Иван Царевич, со стрелами. Вы уж извините, но я жаб не люблю. А вы на нее не обращайте внимания. Вы на принцессу обратите внимание. А я вижу, вы тут полцарства заняли. Верните фрисби. Я верну, верну, верну. Но только вы мне спинку кремом намажьте, а? Слушайте, можно без этого? Не любите прелюдий. Какой смелый парень, слушай. Куда поедем? К тебе или ко мне? Марина! Ладно, оставьте фрисби себе, я пойду в карты поиграю. А? Давай раздавай, я сейчас подтянусь. Марина, ты так всех с пляжа распугаешь. Да? Да. Зато загорать не мешает. Ах, вот где он околачивается. Я его по всему району ищу, а он здесь пиво хлещет. Да ничего я не хлыщу, Вика. Я только пришел, вот, взял бокальчик пива. И то, чтобы здоровье поправить. Честная барменская, первый бокал. Даже 50 гривен еще в кассу не положил. Вот. Точно первый бокал? Ну да. Хорошо, тогда бармен, давай, налей ему еще водочки. Вы уверены? Так и в том, что ты самый медленный бармен в мире. Пей, моя радость. Пей. А еще давай абсента. Я не хочу абсента. Ты хочешь, очень хочешь этого зелененького абсентика. Давай, давай, мы золотце. Повеселимся, развеемся. Я начинаю верить, что существуют идеальные женщины. А у вас нет сестра? Я ее номер телефона запишу в вашу жалобную книгу. Если ты сейчас же не дашь ему кровавую Мэри. Да, Вика, я не хочу кровавую Мэри. Ну, пожалуйста. Давай, давай, моя радость. Мое солнышко, моя заюшка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отличненько. И теперь полирнем пивком. Боже, вы мне снитесь. Это он мне скоро будет сниться со своим зубом. Зуб у него болит и болит по ночам. А обезболивающее только по рецепту. Понимаете? А я уже все больницы обзвонила, а его нигде нет. Ну, рецепта я имею в виду. Вот. Ну, и врач посоветовал хоть как-то обезболиваться. Главное, теперь его домой довезти. Пока его не развезло. Давай, 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 Санечек, давай, мой молодец. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо? Угу. Побежали домой. Ой, одну секундочку. Хватит? Пошли, 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 пошли домой, моя радость. Да, 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 да. Фу, спасибо тебе, братан. Только завтра налей мне, пожалуйста, вместо кровавой Мэри Текилу, она вкуснее. А вы и завтра придете? Конечно. У меня аж 32 зуба. И одноклассник стоматолог. Поэтому я к тебе каждый день буду приходить обезболиваться. Только жене... Хорошо. Иду, иду. Фу. Фу. Ужара невозможная. Да. И какой такой дизайнер придумал форму полицейских черной делать? Слушай, может, давай в тенечек в кустике спрячемся, а? Ага. Сначала как гаишники в кустике спрячемся, а потом взятки брать начнем. Нельзя, терпи. Полиция, полиция, помогите, пожалуйста, у меня сумку украли. Так, успокойтесь, давайте по порядку. Кто украл, как он выглядел? Такой лысый, высокий, в красной футболке, в шортах. Куда он побежал? Туда! Успокойтесь, мы его догоним. Патруль 5-1, преследуем преступника в северо-западном направлении. Городской пляж. Сейчас, мы быстро. Ушел, гад. Ничего не ушел. Продолжаем преследование без одежды. Почему без одежды? Чтобы не привлекать внимание. Понял. А кепка тебе зачем? Ну, чтобы прикрыться или как-то стеснялись. Чему там стесняться? Кто? Что-что? Они вон все там такие. А, а как же мы его поймаем, если там все голые? Въявляется операция «Золушка». Я обнаруживаю, ты примеряешь. Понял. Да-да-да, командир, согласен. Нарушил, мчался, как угорелый. Давай оформим меня быстренько, и я поехал. Нет времени. Здравия желаю, инспектор. Да мне все равно. Пожалуйста, можно быстрее оформить, и я себя помчался дальше. Вы перевесили швидкость. Я знаю. Скажи просто сколько, и я поехал. Нет времени. Я вижу, вы еще не пристегнуты. Да, не пристегнуты. Давай это туда тоже плюсуй, и все, я помчался. И страховки наверняка нет. Да есть у меня страховка, но можешь ее тоже вписать туда в общий счет. Говори просто сколько. Взятку не возьму. Будем оформлять. Оформлять, делай все, что угодно. Я тебя прошу, пожалуйста, времени у меня вообще нет. Добрый, тогда пошел на пост за документами. Ты вздеваешься, что ли? Куда пошел? Долго это? Ну, где-то минут 10, пока я схожу туда-сведи. И еще минут 20, чтобы оформить. Ай, хрен с тобой. Вы чего окно закрываете? Мужчина! Мужчина, открыто окно. Муж, что это делается? Мужчина, вы чего там? Вы чего раскачиваетесь? Мужчина! Алло! Так, последнее предупреждение. Ну, вы сами напросились. Вызывай подкрепление. Срочно на пост дай. Это что за разбуло, а? Извини, командир. Я ее всего лишь на час снял. Мы в гостиницу летели, а тут ты со своим протоколом. Ну, все, теперь можешь оформлять, не спеша. Есть зажигалка у тебя? Не курю. Молодец. Подкрепление, отбой. Красавчик. Хорошая баба, советую. Да, такая хорошая. Так, у меня зарплата маленькая, я тоже. Она там недорого. Стопался. На троих.